Добрый день! Тема нашего сегодняшнего урока – изображение на веб-странице. На веб-страницу можно поместить любое количество графических изображений, фотографий, рисунков. Можно взять готовые картинки или создать их самостоятельно. Годится любое изображение подходящих размеров. Важно, чтобы имя его файла состояло только из символов английского алфавита. Файл, содержащий изображение, может находиться в другом каталоге или даже на другом сервере. В этом случае надо указать его полное имя. Изображение должно быть подготовлено в таком графическом формате, который поддерживается браузерами. Стандартные форматы веб-графики – это GIF, JPG или PNG. Для вставки изображения в веб-документ используется одиночный тег EMG с атрибутом SR. С, значение которого соответствует имени вставляемого файла или его адресу в интернете. Рассмотрим несколько примеров. В том случае, когда изображение хранится в той же папке, что и файл веб-страницы, мы просто пишем EMG SRC имя файла. Например, CAP.JPG. Если же изображение находится не в папке размещения файла веб-страницы, мы должны написать полное имя файла. Например, D – рисунки CAT.JPG. Изображение. Если размещено в сети интернет, мы должны написать адрес изображения в сети. Например, следующий код. Атрибут ALT задает отображение альтернативного текста в случае, когда изображение не может быть отображено. Например, ALT – изображение кота. Альтернативного текста выведет текст изображения кота, если рисунок не откроется. При помощи атрибутов HEADS и WIDGE можно задать длину и ширину изображения в пиксели. Например, HEADS 100, WIDGE 50. Высота 100 пикселей, ширина 50 пикселей. Но в этом случае изображение может деформироваться. Атрибут ALT задает выравнивание изображения по краям веб-страницы. Возможное значение – top, middle, left, right. Атрибут BORDER задает толщину обравления изображения. Например, в данном случае толщина рамки будет равна 10 пикселям. Давайте более подробно рассмотрим пример один из нашего учебника. У нас здесь 4 изображения – волк, телевизор и 2 аиста. Посмотрим, где они находятся у нас в коде. Итак, первое – волк, imagine, src, волк, gif. Обратите внимание, если после этого написания у вас рисунок не отобразился, значит, у вас могла возникнуть ошибка в написании. Наиболее частая ошибка, когда меняют буквы местами не src, а scr. И в этом случае уже рисунок отображаться не будет. Следующее – телевизор. В телевизору установлен следующий параметр. Ширина – 160, высота – 180, альтернативный текст – анимация и рамка, равная 2. Аисты для сравнения. Первый аист – ширина 90, высота 120. У второго же аиста – ширина 150, высота 200. Разберите примеры примера примера 1 из учебника или наберите рисунки подберите сами. Измените размер рамки. Измените также размеры изображения. Задание 3. Используя текст о Беларуси, создайте веб-страницу «Беларусь» с применением встроенной таблицы стиля. Заголовок первого уровня «Беларусь» – три абзаца с текстом, два изображения. Таблица стиля должна содержать описание следующих свойств. Для тела документа. Фоновое изображение из файла «Фон». Заголовок первого уровня. Шрифт «Арел». Размер шрифта 24 пикселя. Цвет текста – синий. Выравнивание по центру. Для абзаца. Размер шрифта 18 пикселей. Цвет текста следующий. Стильные чертания. Наклоны. Выравнивание по ширине. Отступ первой строки текста – 40 пикселей. Изображение. Рамка. Ствошная линия. Толщина рамки – 4 пикселя. Цвет рамки – темно-красный. Для изображений установите ширину и высоту. Спасибо за внимание.